«Я нахожусь неподалёку от химического завода Air Products, который всего через полгода после потрясших Францию терактов в редакции журнала «Шарли Эбдо» и кошерном супермаркете, внёсший жизни 16 человек, стал мишенью новой атаки радикальных исламистов. На месте происшествия нашли обезглавленное тело. Два человека пострадали от взрыва. В настоящий момент в рамках расследования теракта задержаны четыре человека. Основной подозреваемый арестован. По имеющимся данным, с 2006 года он находился под наблюдением французских служб безопасности. Однако в 2008-м мужчину сняли с контроля. И вот в 2015 году предположительно этот человек совершил террористический акт. После январских терактов власти республики обещали ввести в действие трёхлетний план по усилению борьбы с терроризмом, бюджет которого составит около 735 миллионов евро. В ведомствах по борьбе с терроризмом планировалось создать тысячи новых рабочих мест. В мае парламент Франции подавляющим большинством голосов одобрил новый законопроект, позволяющий спецслужбам без санкции суда следить за любым человеком, подозреваемым в связях с террористами. После январских терактов в адрес французских властей звучала критика за то, что они не принимают достаточных мер к защите мусульманских религиозных объектов от ответных нападений со стороны исламофобов. Франция тем временем начала агрессивную кампанию против экстремистской пропаганды, направленной на мусульманское сообщество страны. Целью кампании под названием «Остановим джихадизм» является снижение привлекательности радикальных исламистских идеологий. Инициатива вызвала немало споров. На сайте кампании можно найти инфографику, где перечисляются первые признаки радикализации детей. Сообщается, что ребенок мог попасть под влияние радикалов, если он перестал заниматься спортом, а также если у него внезапно изменились привычки и предпочтения в еде. Многие посчитали такую стратегию чрезмерно агрессивной и направленной против мусульманского меньшинства Франции. В свете последнего теракта вновь возникает множество вопросов к руководству страны. На власти обрушилась ещё более жёсткая критика в связи с предпринимаемыми мерами в этой сложной ситуации. Есть опасения, что излишняя агрессивная стратегия по обеспечению безопасности, в рамках которой крупная мусульманская община Франции рассматривается скорее как объект действий, а не как партнёр, лишь ухудшает положение дел.